друзья всем привет меня зовут мадьяр я по-прежнему из казахстана и у нас с вами сегодня новый мукбанк без лишних слов без лишних представлений значит у меня сегодня такая марка под названием биби гон то есть это больше известный астан как бы астанчанам алматинцам да вот серия называется биби гон это не реклама все куплены за свою щетку говорится у меня тут баттер бургер так называемые и чекенбургер все это мне дело обошлось в 2 400 тенге то есть есть еще у меня кола 05 все давайте начнем сразу дико извиняюсь за свой вид потому что я проснулся буквально минут 20 назад съездил по делам в город заодно купил бургеры и у меня жутко разболелась голова почему-то как бы не почему-то я знаю почему она разболелась потому что я встал как дебилоид в 7 часов утра а уснул в 3 часа ночи понимаете не знаю не спал думал об одном моменте своей жизни вы вот такой итог короче вот эти рассыпем чуть сидеть понтоваться мы все свои значит пропал я на 8 дней пропал значит на 8 дней и вот заново появился так ребят здесь получается котлета булка котлета чуть-чуть подгоревшая лук 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 да лук здесь и чуток халапенья вот я пару пару раз брал один про один раза два три четыре раза три четыре мы брали с балкой когда он на машине в машине прям ели реально у них очень вкусно голодная капец так новость номер один нас с вами 18000 спасибо вам за это дорогие мои на днях захожу в творческую студию и просто удивился что у нас 18000 до этого было 17 800 что ли примерно огромное спасибо что вы со мной даже несмотря на то что я такой нестабильный так скажем блогер да спасибо вам за добрые слова спасибо что вы меня ищите я вас буду тысячу раз благодарить потому что вы ко мне проявляете интерес смотрите мои видео и мне просто не то что приятно мне мега приятно что вы со мной сейчас разгоняюсь потому что до этого я что-то хотел есть но при этом болела башка и его такое состояние странно сейчас я более-менее разгоняюсь вот в общем весь этот мин набор вышел за 200 400 деньги это наверное одни из самых таких недорогих бургеров астане и таких более-менее известно где-то минут 30-40 на столе простоять пока я уснул в духовке подогрел они стали нормальными и вторая новость вчера меня снимала телевидение значит вчера кто мне в инстаграм подписан вы все уже заранее знаете снимала телевидение для утренней программы есть у нас республиканский канал называется он хабар и на хабаре каждое утро выходит утренняя программа на казахском языке вот вчера приходит приезжали меня снимать режиссер приехал оператор и вот девушка ведущая гоги такие реально приятные люди да вы знаете вот мне я всегда уже несколько раз говорил что я с новыми людьми схожусь очень трудновато даже не для дружбы а просто вот для ой ой даже для как бы обычного общения но они очень приятные люди что режиссер что оператор ну сама гоги да девушка ведущая суперски как мне показалось все прошло удачно не знаю как и мне показалось что удачно все прошло я себя чувствовал прям знаете мировой звездой вначале они мне предлагали что мы снимали в каком-то ресторане какой ресторан давайте дома я же дома говорю видео мукбанги снимаю снимали они меня с целью того что это что я один из немногих мукбангеров казахстана наверное единственный пока что до который активно снимает имя виду вот и вы просили и я попал чтобы лена фолькс вернулась без лена youtube не тот поэтому лена если вы меня сейчас смотрите возвращайтесь youtube и так скучая по вашему видео вот знаете youtube он настолько стал каким-то другим я даже не знаю как это слово подобрать то ли мы от него чуток устали то ли мне это кажется что чисто мое мнение что youtube стал немного другим вот лена вас тут не хватает вот про чё я говорил то очень по этому поводу меня снимали что я этот мукбангер короче и мы приготовили фунчозу то есть она сказала они сказали что за райами предупредили что интересно будет если мы будем готовить то есть не просто мляляля 3 рубля а именно готовить пожалуйста пожалуйста вообще за любой кипиш кроме голодовки что будем готовить они спрашивают меня за ранее я думаю на перман ты готовить это долго то есть это реально долго там тесто фажда без помах тоже долго давайте фунчозу это типа как бы диетическая более-менее на то есть такое не вредная там овощей очень много куриное филе там как бы не очень вредная ночь и давать фунчозу фунчозу приготовили мы фунчозу всем понравилось в конце когда съемка закончилась мы все я всех накормил она получилась вкусно она получилась чуток пересоленая они мне об этом не сказал я уже это потом понял по ощущениям так скажем ребят не то что я без конца свой инстаграм рекомендую но потому что очень много люди думают что я вообще выпадаю из как бы из социальных сетей я в инстаграме есть всегда то есть я уже несколько раз говорил что инстаграм он плане загрузки контента он очень такой легкий нежели youtube да поэтому если вас нельзя мне трудно несложно подписывайтесь на мой инстаграм ссылку оставлю так это у нас чикенбургер так это все выглядит котлета куриная помидоры огурцы соус и наверное лист салата да вот вы знаете вы поверите или нет я несколько часов был дома тишина тише гладь только я сел снимать мукбанк вот я брыж 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 да что такое а может у меня камеры скрытые установлены что когда я начинаю снимать мукбанк они начинают там дрель ухо кольца в плане супружеский долг это непонятно на улице все это дело происходит либо у кого-то в квартире вот я не могу понять по звуку а какая разница да это по закону же если днем шерем и значит мукбанк а ну да мукбанк мы все приготовили потом значит мы с гоги типа сняли мукбанк я все это заснял на камеру просто мне было лень сегодня все это пересматривать я постараюсь завтра все это загрузить но это будет не полноценный мукбанк это будет отрывок из съемки напишите в комментариях интересно вам эта съемка или нет может вам интересно чтобы я загружал хотел сегодня взять киевси киевси же дороговато поэтому я крылышек шибко не хотел я хотел бургеры думаю зачем я буду тратиться на бургеры там будто точно такие же бургеры шибко да лучше я возьму подешевле но они тоже вкусный бибигон вот голова начало проходить по моему вы видели с этим мою тахаю красавчик красавчик бургеры только запивать газировкой другого кайфа я не вижу вот они приехали с оборудованием две камеры у них свет такой огромный два света огромных как это сэф сэфбокс и как он называется свет который дает очень очень было прикольно только такой опыт который знаете вот я бы посоветовал тем людям которые меня смотрят младше меня возможно у которых там только серьезный жизненный путь только начинается чтобы они соглашались на некоторые авантюры не на все дань не которые вам принесут вред да в плане здоровья там или на психологическое состояние вашего нет а именно сняться в программе примеру примеру например поучаствовать в каком-то в какой-то игре или конкурсе вот я в этом смысле да на все конечно соглашаться не надо улица вышла была жарко за секунду сразу тучи стали более-менее прохладно то опять же на ой ребят ой ребят было вкусно я наелся от души такой голодный был реально уснул я вчера то ли в два то ли в три ночи проснулся в семь но всем же не хочу вставать лежу 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 такой восемь встал восемь встал чайник поставил кофе попить колбасу налезал то все это рано чай попил короче вот прям где-то к часу мне уже охота есть не могу и уже значит вот снимаем мукбан ну что ребят прошу прощения что я сегодня какой-то такой вял и немного да спасибо вам за внимание за наши 18000 пишите свои комментарии когда вы со мной начали с какого момента вы со мной может быть сначала может недавно присоединились вот пишите как есть все ребят увидимся на следующих мукбангах спасибо вам за внимание пока пока пока